Добрый день, дорогие наши слушатели и зрители. В эфире Радио Свобода в московской студии Свободы Леонид Велихов. И сегодняшняя наша программа посвящена неделе российского интернета, который проходит в московском экспоцентре на Красной Пресне и в которой Радио Свобода участвует со своим стендом. Со мной на связи сегодня будет глава русской службы Радио Свободы Ирина Лагунина. По скайпу принимает участие в нашей программе известный блогер, один из отцов российского Рунета Антон Носик. Итак, начинаем. Такая неделя традиционная, она проходит, насколько я знаю, уже несколько лет каждый год. Пользуется чрезвычайной популярностью, в ней участвуют и средства массовой информации, телеканалы, радиоканалы, газеты, интернет-издания. В ней участвуют не только средства массовой информации, но и банки и всевозможные фирмы, так что действительно она собирает буквально сотни участников каждый год. И с каждым годом популярность этой недели, популярность этого форума, на котором представляет собой прекрасную возможность встретиться, обменяться информацией, обменяться опытом и завязать какие-то новые каналы сотрудничества, образовать. Этот форум пользуется огромной популярностью. А что уж говорить о том, что интернет с каждым днем, с каждым часом все больше и больше захватывает наше информационное пространство, и все больше и больше информационное пространство. Источники информации, собственно говоря, канализируются в интернете, особенно в условиях той достаточно непростой, хотя не склонен преувеличивать ее сложность. Ну, все ситуации, которые существуют с традиционными средствами массовой информации в нашей стране. Я говорю и о телевидении, и о радиокомпаниях, о радиоканалах, и о таких традиционных средствах массовой информации, как бумажные газеты и журналы. Все больше и больше мы получаем информацию именно через интернет, благодаря интернету. Порой эта информация идет в разрез с теми официальными новостями, официальной интерпретацией новостей, которую мы получаем в частности из таких источников, как федеральные телеканалы. Ну вот, и у, соответственно, у того, кто информацию эту воспринимает, есть возможность сравнивать, делать свои выводы и отдавать предпочтение, верить той или иной интерпретации. Напомню, что все последние события, такие крупные, важные события, самого разного толка, мы получали у них информацию, у них сведения, прежде всего, из интернета. Да, прекрасно, прекрасно. Антон, как вы считаете, грозит ли таким традиционным средством массовой информации смерть под давлением, под прессом, под наступлением интернета? Ну, интернет — это средство доставки информации, а вовсе не производство. Я, к сожалению, не слышу ничего. А ваши техники слышат. А, теперь я вас слышу. Прекрасно. Интернет — это средство доставки информации потребителю. Бизнес средств массовой информации не состоит в доставке. Бизнес доставки — это киоски, розничная торговля, типография, транспортные компании. Средства массовой информации, как то коллективы, создающие тексты и эфиры, им не очень важно, по какому каналу оно будет доставляться потребителю. Ну, то есть им важно, чтобы этот канал был достаточно широкий, чтобы максимальная была возможность дойти до аудитории. Но ни один журналист на свете, ни один редактор на свете, ни один фотограф на свете не связан профессионально с производством именно бумаги. Или с ретрансляторами, именно висящими на Останкинской башне. Когда вы создаете тексты, или вы создаете аудио, создаете видео, вам совершенно не важно, как его доставят к людям, главное вам, чтобы его к людям доставили. Поэтому никакой угрозы со стороны интернета нет, а есть новые возможности доставляться туда, куда радиосигнал не добивает и Роспечать не доставляет. Эти новые возможности концентрируются только вот, как бы так сказать, именно в дистанции, которую не может преодолеть там радиосигнал, или тем более бумажная газета, или все-таки спектр этих возможностей, которые предоставил интернет нашему брату шире? Ну, как бы, дистанция это не только метры километры. Вы вот посмотрите, например, на такой знаменитый в последние дни район, как западное Бирюлёво. Оно, я думаю, что оно не дальше от центра Москвы, чем Санкт-Петербурга. Но я думаю, что в западном Бирюлёво есть серьезная напряженка с тем, чтобы купить коммерсант, ведомости, там, Нью Таймс и так далее. Так что это вопрос не дистанции в метрах, это вопрос организации розничной сети, которая является инвестицией, и поэтому там, где читать будут мало, там продавать не есть бизнес. А там, где продавать не есть бизнес, не возникнет инфраструктура продаж. И в этом смысле, как бы, тут речь идет не о том, что мы можем доставляться в Антарктиду и Камбоджу, а о том, что если в западном Бирюлёво все-таки есть 2500 человек, которые на последних выборах проголосовали за Алексея Навального, понятно, что никто под них не будет организовывать доставку никакой качественной прессы в западное Бирюлёво, потому что себе дороже туда что-то доставлять. Но при этом, как бы, благодаря интернету у этих 2500 людей есть некоторая возможность читать то, что они считают нужным и правильным. Так что это, в общем, социальное, а не географическое новшество. Понимаю. Скажите мне, в последнее время все чаще говорят о том, что власть в России хотела бы взять тем или иным способом интернет под свой контроль. Насколько это возможно? И насколько, по вашим сведениям, действительно далеко простираются планы власти в этом отношении? Ну, давайте все-таки начнем с того, что перед тем, как обсуждать власть в России, нужно все-таки дать определение, о ком мы говорим. Потому что у нас, как мы понимаем, есть вот один человек, его зовут Путин. У него есть определенный набор представлений о жизни, о мире и, в частности, об интернете. И в рамках этих представлений мы существуем вот с декабря 1999 года. Существует русский интернет в рамках тех представлений о нем, которые есть в голове у одного отеца. А при этом есть другие люди, которых мы тоже с вами можем называть власть в России, которые, это некоторые очень резонансные жулики, которым не нравится, что в интернете пишут об их имуществе за рубежом. Это другие жулики, которые хотели бы использовать политические доносы как инструмент для передела активов в интернете, которые хотели бы захапать самые успешные площадки русского интернета, организовав им некоторые неприятности. Да, вот такая власть у нас тоже есть. Поэтому на уровне жуликов есть очень много действительно попыток давления на российский интернет. Есть законопроекты, есть лоббизм, есть рейдерские атаки. Вспомним, как прессуют у нас последние полгода создатели сети ВКонтакте Павла Дурова. Есть разные происходящие со стороны власти поползновения в отношении русского интернета. Но, заметим, нет поползновений со стороны Путина. Потому что если бы Путин считал необходимым сделать у нас вьетнамскую модель, она давно бы уже была. Понимаете, вот тот механизм, по которому организовано болотное дело. сказал, давайте вот сейчас 30 человек меня быстро посадите, неважно кого. Но просто испортим им жизнь. По такому же механизму у нас бы за один день может был принять вьетнамский 72-й закон, который говорит, что критика власти в интернете является уголовным преступлением. И на следующий день 30 человек по нему посадить за критику власти. Путин все это мог бы сделать за один день. Не было ни у кого иллюзий. У него есть карманная дума, карманный совет федерации, карманные суды и карманные силовики. Если бы он считал, что мы должны внедрять вьетнамскую модель, она бы уже давно была бы здесь. Антон, еще не вечер, учитывая, что у Путина, насколько я могу себе представить, большие перспективы оставаться у власти, или вы считаете, что такой вариант как-то, так сказать, в принципе исключен? Нет, вы услышите меня. Я ничего не говорю, что что-то исключено. Не исключено, что Путину на голову упадет кирпич, на его место придет Сергей Иванов, который считает, что Москву надо снести, а жителей отправить за Урал, собирать вагоны. Исключать ничего, я не пророк. Я вам говорю, в 99-м году, в декабре, Путин встретился с представителями интернета общественности и сказал, у нас не будет китайской модели, у нас не будет вьетнамской модели. И вот с тех пор прошло 14 лет без малого, и 14 лет мы видим, что из Кремля не исходит никаких попыток сделать нам и китайскую, и вьетнамскую модель. Но из других структур власти, включая Минсвязь, и от приближенных к власти разных экономических игроков исходит постоянно попознавание что-то такое в интернете навести порядок. Если бы эти попознавания имели поддержку лично от Путина, они бы давным-давно увенчались в успех. Я вас понял, Антон. Сейчас мы переключимся на наших коллег, которые находятся в экспо, а потом, с вашего позволения, вернемся к вам вновь. Ира. Еще одна Ира. Здравствуйте, добрый день. Рад вас видеть. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Нашим слушателям и зрителям я напоминаю, что на связи со мной в экспо-центре на открытии недели российского интернета находится глава русской службы радиосвобода Ирина Лагунина и глава русской службы голоса Америки Ирина Вандозен. Как у вас там обстоят дела? Что нового? И насколько это все интересно то, что происходит? Здесь сейчас идет вручение каких-то призов. Здесь вообще целый день происходят какие-то очень шумные мероприятия, поэтому мы не до конца могли слышать вопрос. Извините, Леонид. Постоянно прерывается связь. Но насколько важна эта неделя интернета? Я думаю, что она очень важна, в том числе для медиа, потому что это очень хороший показатель. Я даже не говорю в данном случае о бизнес-контактах, которые здесь закладываются и формируются. Эта неделя показывает, насколько интернет на самом деле проник в нашу жизнь и насколько его, я думаю, сложно контролировать, продолжая предыдущую беседу, потому что на самом деле можно было бы устроить неделю интернет-медиа отдельно. Но здесь представлены практически все сферы жизни человека, то есть включая банки, включая службы спасения собак, например, здесь представлено, Яндекс, ведомости газета, различные медиакорпорации, опять-таки, интернет-провайдеры и так далее. И у меня, кстати, был вопрос Контуна Носику как раз в связи с этим, потому что очень сложно сейчас, наверное, контролировать интернет, потому что в какой-то степени время упущено. Вот я, например, думаю о иранской модели, когда попытались в Иране контролировать проникновение интернета, проникновение информации с помощью интернета со стороны, что пришлось делать? Пришлось снижать скорость интернета так, чтобы загружать файлы людям было неудобно и долго, а когда они начинают загружать файлы, это требует много времени, то их можно засечь. И, в общем, этот метод не очень сработал, откровенно говоря. Вот если выстраивать модель как в Китае, с самого начала, с фильтрами, с соответствующей базой внутренней в стране, то, наверное, выстроить хороший контроль за интернетом возможно. А в России, мне кажется, время упущено. Ирина Вандозин, глава Русской службы Голоса Америки, хотела подхватить, насколько я понимаю, эстафету. Здравствуйте, очень рада участвовать в этой беседе. Я хотела тоже продолжить этот вопрос, который Ирина начала. У нас сегодня нашему корреспонденту Русской службы Голоса Америки, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин, тот давал интервью в нашей выгородке и сказал, что в России государство не цензурирует интернет и лишь пытается контролировать, лишь пытается принимать какие-то действия для того, чтобы предотвращать преступления, что цензуры как таковой со стороны его ведомства и всех остальных структур практически нет. А как раз я слышала кусок разговора, когда господин Носик сказал, что именно со стороны этого ведомства вроде бы как раз наблюдается жесткий контроль. Я хотела узнать, как вы бы откомментировали такое заявление господина Волина. Антон, вы слышали вопрос, да? Я слышал оба вопроса. Значит, про Китай очень важно понимать, что есть цели, а есть средства. Китайский контроль интернета это определенное средство, да? Оно, как ни поразительно, оно самоценное. А у него оно не направлено на то, на что мог бы быть направлен российский контроль интернета. Понимаете, если бы Путин однажды проснулся и решил, ну все, хватит это терпеть, да? то о чем бы мы говорили? Мы говорили бы о десятках миллионов людей в русском интернете, которые озвучивают протестное настроение, критикуют власть, непочтительны к ней и так далее. Значит, поймите, пожалуйста, в Китае самой этой проблемы нет. В Китае нет десятков миллионов диссидентов. Понимаете? Цензура интернета в Китае не направлена на то, чтобы бороться с каким бы то ни было существующим массовым движением несогласия и протеста. Оно, это движение отсутствует. Поэтому в Китае цензура интернета это некоторое самоценное занятие, у которого нет того, что называется в бизнесе KPIs. У него нет таких показателей, по которым мы могли бы сказать успешно или неуспешно они борются. Если вы хотите в Китае зайти на любой сервер, который в Китае, как мы знаем, запрещен, а это там Facebook, Twitter, YouTube, другие сервисы Google, вам это зовет одну минуту. Налаживайте прокси и заходите спокойно. Любой иностранец, который был в Китае, это знает. Китайская цензура это символическое действие. Это действие, не предполагающее результаты в виде любви народа к коммунистической партии. Любовь народа к коммунистической партии в Китае присутствует изначально, как некоторая данность. Там нет оппозиции. Поэтому там цензура интернета не является инструментом борьбы с оппозицией. Там цензура интернета является инструментом демонстрации властью своего символического присутствия в жизни людей. Вот и все. У нас просто другая повестка. Поэтому если сказать, если в России ввести то, что есть в Китае, фаервол, избирательную блокировку адресов и так далее, все это не будет работать. Фаервол будет стоять, деньги на него освоят, но люди будут ходить по-прежнему, куда они хотели ходить. А у нас десятки миллионов людей ходят и на Фейсбук, и на Живой Журнал, и на другие сайты, которые власти неприятны. Теперь по поводу господина Волина. Нет, его ведомство не осуществляет цензуру. Его ведомство не бегает с нами, за нами с ножницами и послушивающими всякими устройствами. его ведомство контролирует много активов. Активы это собственность, собственность это собственники. Там есть разная подковерная возня с министрами связи, бывшими министрами связи, бывшими заместителями министров связи, у которых есть свои коммерческие интересы. В рамках этих коммерческих интересов они все время инициируют какую-то дрянь в интернете. они все время носятся с идеями национального поисковика, с идеями фильтрации, с теми или иными идеями, которые на самом деле являются инструментом обогащения и инструментом рейдерского захвата интернет-активов силами чиновников курирующих отрасль. Вот о чем я говорил. Им совершенно все равно ругают или хвалят Путин. Им хотелось бы распихать по карманам куски лакомой интернет-компании. В том числе тех интернет-компаний, которые к контенту никакого отношения не имеют, которые в чистом виде являются сервисом и поэтому они не за Путина и не против Путина. Просто они лакомый кусок телекоммуникационного пирога. И вся активность Минсвязи, и в основном бывших функционеров Минсвязи, которые не нравятся и которые беспокоят, она не связана с желанием защитить Путина от Навального. Она связана с желанием взять существующие бизнесы и устроить им Кузькину мать с тем, чтобы отжать их пакеты. Но в конечном счете инструментом для захвата чужих бизнесов служит и демонстрация политической лояльности, как мы знаем. Одним из инструментов активов является политический донос. Но применительно к сегодняшней ситуации, сегодняшнему Минсвязи и сегодняшнему созыву Государственной Думы более модные другие доносы на нарушение авторского права, на пропаганду педофилии, на торговлю наркотиками и подстрекательство к детским самоубийствам. Вот это самые модные такие у нас обвинения, с помощью которых ведется охота на везь. Весь смысл этой охоты он исключительно рейдерского характера. Все эти законы, они пролоббированы коммерческими интересантами, не политическими, не Путин. Они пролоббированы людьми, которые с помощью этих статей хотели бы прижимать к ногтю интернет-игроков определенных. И достаточно тут вспомнить попытку рейдерского захвата акций, пакета акций компании ВКонтакте. Когда создатель Лиги Безопасного Интернета включал компанию о педофилов ВКонтакте, когда у него не залаживались переговоры о покупке доли в этом активе. Красная Пресня, Экспоцентр, вы нас слышите и видите? Да. Ну что, как у вас там идут дела, что у вас произошло за время ответа господина носика на ваш вопрос? И есть у вас еще какие-то вопросы? Леонид, на самом деле очень сложно сказать, потому что мы отсюда видим сейчас какой-то мелькающий экран и слышим крики. Но сегодня с утра например был представлен доклад о денежных потоках в Рунете, что довольно любопытно. На самом деле самая подстановка вопроса довольно любопытна. Может быть я бы перекинула опять мостик Антону Носику и спросила его, а собственно мы говорим о том, что Путину не выгодно политически контролировать интернет, но выгодно каким-то игрокам распиливать часть лакового куска. Собственно о каком куске идет речь, о каком кироге идет речь? Ну давайте скажем например, что компания Яндекс она в этом году я думаю покажет выручки 1 миллиард долларов США. Это выручка в основном сформированной продажей контекстной рекламы. Понимаете, что такое 1 миллиард долларов США для российского рекламного рынка, который весь 10 миллиардов. Яндекс это одна компания. Посмотрите, что произошло за последний год с ее акциями. Посмотрите, что произошло с ее капитализацией. И понятно, что это работает на перспективе. У нас и Яндекс, и Мейл.ру, и Киви торгуются на заграничных биржах. В них охотно вкладывают деньги зарубежные инвесторы. Потому что это живые жизнеспособные бизнесы. У нас очень большой рынок. У нас больше 74 миллионов пользователей интернета. И это практически 100% платежеспособной аудитории России. То есть это главная рекламная площадка России. И в обозримом будущем главная торговая площадка России. И это не сырьевая экономика. Это та экономика, в которой генералов не назначают. Это та экономика, в которой побеждают лучшую. В этом смысле да, рынок очень интересный и оборот достаточно большой. Другой вопрос, что значительная часть этого оборота можно было бы сказать, что она теневая. Потому что у нас отчетность консолидированная вся основана на разнообразных допущениях. у нас нет прозрачности. Но это не связано с тем, что кто-то особенно так шифруется. Если мы возьмем лидеров рынка, то Яндекс и Mail.ru групп, которые владеют 40% ВКонтакте, они публичные компании. Там прозрачность полная. Просто надо понимать, что рекламная сеть Яндекса это 10 тысяч разных партнеров, которые разные формы собственности, кто-то образует юридическое лицо, кто-то индивидуальный предприниматель. Все транзакции, все платежи в интернет-магазинах, продажи, сделки, реклама, все формы рекламы, которые есть на интернете, партнерские выплаты, все это просуммировать и посчитать и дать вот такую цифру. Или дать такую цифру. Вот в интернете в России сегодня занято трудоустроенное допустим 200 тысяч человек фулл-тайм занимаются русским интернетом. Вот эти цифры очень трудно свести, потому что трудно придумать формулу консолидированной отчетности для интернет-экономики нашей. Но порядки величин в общем всем понятно. Экспо-центр вы тут? По крайней мере слышим, Лянин. Я вам сформулирую свой вопрос отсюда из студии Радио Свобода. А какая вот цель нашего присутствия консолидированного Радио Свободы и Голоса Америки на этой неделе? Что мы представляем и о чем мы хотим договориться, какой месседж мы хотим послать, каких целей мы хотим добиться? Ну, я, пожалуй, начну отвечать на этот вопрос. Я представляю русскую службу Голоса Америки и некоторое время назад, ну, наверное, это всем известный факт, Голос Америки перестал звучать на радио в волнах, перестал появляться в телевизионных передачах и полностью был переведен на интернет-основу. То есть все, что делает русская служба Голоса Америки, все непосредственно идет на наш интернет-сайт, мультимедийный интернет-сайт. И поэтому наша цель присутствия здесь, пожалуй, может быть немножко напомнить аудитории в России, русскоязычной аудитории вообще о существовании нашего бренда Голос Америки. Потому что как-то он существует в памяти людей и некоторые поколения, конечно, помнят, как Голос Америки звучал в эфире. Сейчас нам бы хотелось сказать, что мы присутствуем в интернете и что мы присутствуем в социальных сетях, мы присутствуем в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере. У нас 24 часа в сутки обновляется веб-сайт, мы пытаемся делать видео, видеорепортажи, видеосюжеты, реагировать на последние события в Америке, в России, в американо-российских отношениях и представлять собой окно в американское общество, в американский стиль жизни, в американскую политику, в американские отношения к миру. Короче говоря, открывать окно для русскоязычной аудитории в то, что собой представляют Соединенные Штаты Америки. Во всем их многообразии имеется в виду все слои американского общества, а не только правительственное правительство или политика или какие-то другие аспекты. Поэтому мы приехали сюда, мы привезли какие-то иллюстративные материалы, мы показываем наши видеопроекты и участвуем в разных передачах, разговорах и очень рады быть приглашенными на передачу «Радио Свободы», которая, как я понимаю, идет в живом эфире и я думаю, что также будет помещена на наш веб-сайт. Вот такая у нас задача. А еще познакомиться с различными медийными организациями, которые здесь представлены и посмотреть, можем ли мы найти какие-то способы сосуществования или, может быть, как-то СМИ-партнерства с другими интернет-СМИ, которые работают в пространстве Рунет. Вот такой как бы краткий ответ на ваш вопрос. Я продолжу так, то, что сказала Ирина. напрямую касается и нас тоже. Кстати, о цензуре, что называется. Год назад был принят закон, практически уже год, он вступил в силу 10 ноября прошлого года. Закон, который, собственно, выжил нас с рынка волн в России, когда мы, благодаря этому закону, предписывающему, что радиостанции должны иметь большую часть российского капитала, уставного, мы были вынуждены отказаться от нашей лицензии, от нашей волны в Москве. К сожалению, как-то время было упущено и не была сделана попытка сказать, что, господа, слушатели, последователи, почитатели, мы не умираем, мы продолжаем жить в интернете, мы продолжаем вещать в интернете. Я понимаю, что аудитория меняется из-за того, что мы перешли только в интернет. Даже вот сейчас, пока мы здесь говорили, подошла женщина, посмотрела наши листовки «Голосы Америки» и «Радио Свобода» и сказала, они взяли чего-нибудь попроще, чем интернет. Но я понимаю, что это женщины пожилого поколения, а молодежь, конечно, слушает интернет. И вот это послание, что мы живы, мы продолжаем работать, я бы сказала, агрессивно продолжаем развивать те принципы журналистики, которые мы всегда проповедовали. Журналистика беспристрастная, журналистика факта, журналистика, которая предоставляет возможность развивать дискуссию, высказывать мнение. Это все агрессивно развивается в интернете. Более того, нам, откровенно говоря, есть чего представить на этой интернет-неделе и с точки зрения технологий. Во-первых, и на вещание американская разработала достаточно хорошую интернет-платформу, которая называется Панжея, и, собственно, все веб-сайты интернет-вещания, это не только полос Америки, это не только радио Свобода, Свободная Европа, это еще и ближневосточное вещание, так называемое радио САУА, тоже арабское вещание, радио ФАРДА, это вещание радио, телевидение, интернет на Иран, все выходят на этой платформе Панжея, которая, на самом деле, приспособлена очень хорошо для того, чтобы выводить именно мультимедийные технологии, потому что я не думаю, что где-то есть такое замечательное сочетание огромной журналистской традиции и В, сочетание текста, аудио, радио и видео, которое мы тоже развиваем. Панжея Го предусматривает легкость в том, чтобы соединить вот эти три формы существования журналистики, потому что она была разработана обедки внутри нас, внутри вещателей. Ну, плюс к тому, сейчас развивается технология Панжея Го, когда со смартфона, с любого телефона можно зайти в эту платформу и вещать непосредственно в прямом эфире из любой точки Планеты. Эта технология пока оттачивается, но мы так потихоньку начинаем ей пользоваться. Ну, и, конечно, технологию, которую разработали в Израиле, которую мы активно сейчас используем на нашем сайте. Это LiveU. Это вот та самая камера, которая ездила у нас, например, на суд Навального в Киров и потом возвращалась вместе с господином Навальным в Москву. И все это мы можем транслировать в прямом эфире в очень хорошем качестве. Собственно, вот эти технологии мы тоже здесь представляем, как и себя, дорогих, любимых. Леонид. Понятно. Антон, вы нас слышите? Ира, хотели еще что-то добавить? В свете того, что Ирина сказала, вот как бы сведение всех разных жанров, аспектов журналистики на веб-сайте, мультимедийный, реально мультимедийный сайт, который дает и видео, и аудио, и текст, и комментарии, и какой-то контакт непосредственно с аудиторией. У нас на «Голосе Америки» также осваивается, очень активно осваивается такой портал, который называется VOA Direct, то есть Voice of America Direct, на который мы размещаем практически всю свою видеопродукцию, которую, если мы найдем каких-то партнеров и находим каких-то СМИ-партнеров по России и по всем странам, в которых находится русскоязычная аудитория, непосредственно с интернет-сайта в Broadcasting Володи, то есть в качестве вещательном, хорошем, высоком качестве можно скачивать всю нашу продукцию, то есть тут происходит тоже такое взаимообогащение, то есть можно непосредственно брать сюжеты или какие-то отрывки, или какие-то наши интервью, все что угодно, что идет на видео и показывать по телевидению в Broadcasting Володи, что для нас это тоже достаточно интересный момент, который мы здесь на этой конференции хотели бы показать людям и дать им возможность воспользоваться нашими СМИ-партнерами, воспользоваться вот этой возможностью, так что вот это еще одна небольшая деталь, которую мы хотели бы здесь донести до посетителей и участников этой конференции. Обратиться к Антону, Антон, и спросить вас, а вот на ваш взгляд, какие перспективы у радио, которое оказалось отрезано от радиоэфира в интернете, выжить и может быть даже произвести какую-то экспансию и как-то возродиться в новом качестве? Ну, знаете, тут о перспективах говорить довольно смешно, потому что мы на самом деле обсуждаем, если, когда мы говорим не о государственных структурах, таких как Радио Свобода и Голос Америки, где директивы приходят из-за океана и те, кто эти директивы издают, являются чиновниками, да, а не бизнесменами и не отвечают за деньги, собственно, что это значило для Радио Свобода за последние 10 лет, не мне вам рассказывать, да, так вот, если мы говорим о коммерческом секторе, то вот у меня есть шофер, его родной язык армянский, да, все то время, что он меня не возит, он на своем планшете смотрит армянское телевидение, слушает армянское радио, да, у этого телевидения и у этого радио нету никаких лицензий осуществлять вещание в России, им не нужны никакие лицензии, чтобы осуществлять это вещание. Они совершенно спокойно выкладывают материалы у себя там на сайте в Армении и мой шофер их смотрит в Москве, да, у Эх Москвы подозреваем, что он слушает армянское радио Свобода, нет? В том числе, он практически все слушает, я тут случайно дал интервью одному армянскому сайту название, которого не помню, я после этого вышел из дома, он мне это интервью уже показал в записанном виде, да, я не знаю, как он успевает, но в любом случае в любом случае там радио Эх Москвы, да, которое у нас в Москве самое слушаемое разговорное радио, но все-таки московская аудитория миллион, а сайт аудитории пять миллионов, да, это же, ну, то же самое, что и с коммерсантами, с ведомостями, конечно, через сайт можно значительно расширить свою аудиторию по сравнению с тем, когда вы до этой аудитории доходите по там каким-то метровым, дециметровым волнам, да, соответственно, состоит в том, что это рынок, это свободный рынок, и Голос Америки, и Радио Свобода вынуждены на этом рынке, на рынке массовой информации конкурировать со структурами, которые коммерческие, которые частные, которые бизнес, у которых расстояние от собственника до конечного внедрения, это расстояние вытянутой руки, поэтому структуры, управляемые иностранным правительством, не понимающим сферы, где данная СМИ работает, они чудовищно неповоротливы, они могут в 2013 году как о чем-то новом и революционном рассказывать о функционале, который на сайте частной телекомпании CNN присутствовал в 1994 году, понимаете, 19 лет назад, там было и видео, там были и расшифровки, там было и аудио, и гости, и прямые трансляции тоже там были, потому что в этих технологиях ничего принципиально нового нет. Мы с вами разговариваем по скайпу, не дожидаясь того, что внедрится какая-то суперсовременная платформа, скайп разработан в Эстонии. Понимаете, что такое Эстония? Это страна с населением 1,3 миллиона человек. Это крохотное государство, для которого неинтересно производить вообще ничего для этого рынка. Тем не менее, вот скайп оттуда, да, частный рынок, он очень, скажем так, проворный. Конкурировать с частниками очень трудно и тяжело. И другим частникам это тяжело. А уж если взять структуры, у которых наверху чиновники, у которых любое решение надо отправлять на согласование в Прагу, Вашингтон, это, конечно, очень большая проблема. И она никак не связана с интернетом. Она связана с структурой собственности. И там мой коллега Леонид Бершицкий, например, говорит, что он считает, что любое СМИ, которое принадлежит правительству и отчитывается перед правительством, является не средством массовой информации, а средством пропаганды. То есть это не оценка контента. Это оценка того, как формируется информационная политика. И это большая проблема, которую интернет действительно не очень помогает решить. Хотя какие-то решения безусловно есть, потому что, например, интерактив, взаимодействие с пользователями, пользовательский контент это такие вещи, про которые, в общем, наверное, не приходится советоваться ни с Прагой, ни с Вашингтоном. Потому что, если пользователи что-то ценное добавляют, то оно и добавляется. И другие пользователи на это смотрят и интересно. Так что, в принципе, в интернете можно и на эту беду найти какие-то лекарства, но, к сожалению, не комплексные, не всеобъемлющие, а очень избирательные и тактические. Продолжение следует... Красная Пресня, экспоцентр. Давайте я перехвачу микрофон в данном случае, потому что... И камеру. Потому что, то, что сказал господин Носик, к нам не очень относится, мы не правительственные средства информации, но в Голос Америки действительно правительственные средства информации. И, Ирина, Ваш ответ. По сути того, что сейчас Ирина сказала, да, мы, Голос Америки, действительно финансируются из бюджета США, однако Голос Америки как журналистская организация является, работает в структуре, которая называется Международное бюро по... Международное бюро вещание. И для того, чтобы сохранить именно журналистские, объективные журналистские принципы в работе Голос Америки, создан специальный орган наблюдательный, который именно защищает журналистов Голос Америки от необходимости заниматься пропагандой и позволяет им заниматься, как бы, условно говоря, журналистикой как таковой. Я знаю, что тут можно уходить в какие-то детали, но я просто хотела как-то объяснить, как работает эта структура. То есть... Но то, что существуют какие-то бюрократические, естественно, компоненты в работе организации, это так. Но я хочу сказать, что частные СМИ, насколько я понимаю, да, они очень проворные, они очень быстро работают, но они также завязаны, мне кажется, на то, что они должны продавать рекламное время, то есть они должны привлекать рекламодателей для того, чтобы каким-то образом существовать. Насколько я понимаю, это является одним из основных, уже на подписках никто не существует, существует в основном за счет рекламы. То есть тут другие структуры и другие тенденции внедряются в, условно говоря, работу этих СМИ. Мы, поскольку финансируемся и не нуждаемся в рекламе, тут мне кажется, что для нас возникает в ваших случаях несколько пространства для более какого-то свободного дыхания, что ли, и тут только от нас зависит, как мы этим воспользуемся. Я бы еще добавила, может быть, поскольку господин Венедиктов говорил об этом публично, то я считаю возможным это сказать тоже публично, хотя это прозвучало у нас с ним в частной беседе. Я напомню, что Алексей Венедиктов это глава как раз Эхо Москвы, о котором говорил господин Носик, и у нас достаточно хорошие отношения, у нас партнерские отношения с этой радиостанцией, несмотря на то, что почему-то всегда считалось, что мы в России конкуренты, и если радио Свобода с кем-то сравнивали, то сравнивали именно с радиостанцией Эхо Москвы, и когда мы с ним встретились полгода назад и говорили об обмене баннерами, в данном случае, он мне сказал такую простую вещь, что вот меня тоже спрашивают, как вы конкуренты, почему вы поддерживаете радио Свобода, почему вы поддерживаете друг друга, потому что мы не конкуренты, сказал Венедиктов, радио Свобода это наша база. И это действительно так, потому что знаете, есть определенная вольность, когда работаешь не в коммерческой организации, а вольность следовать тем ценностям, на которых ты выросла, и которые ты продвигаешь в жизни, которых ты придерживаешься, и в которые веришь. И вот мне кажется, это очень большого преимущества прессы, которая является некоммерческой, в которой есть более-менее стабильное финансирование, его, конечно, каждый год становится все меньше. Понятно, что международный финансовый кризис, и плохо идут дела с экономикой, и в США в том числе, но тем не менее вот эта определенная легкость и свобода следования своим принципам и принципам журналистики независимой и профессиональной, она присутствует, и она очень много стоит. Антон. Я себе представлю специальную комиссию, которую бы собрали и платили бы там деньги, и назначали бы должности людям, которые бы защищали свободу журналистов Ленты.ру писать то, что они думают. Как-то в моем воображении это не поместилось. Но я бы просто хотел уточнить, я вообще не говорил в этой ситуации о свободе слова, о доверии, о качестве материалов. У меня нет претензий к качеству материалов Радио Свобода и Голоса Америки. Я вижу проблему этих вещателей, так же, как и других аналогичных вещателей, принадлежащих разным государствам, в сфере коммерческой, в сфере маркетинговой. Это рыночная конкуренция. В рыночной конкуренции окей, у вас нет выручки, вы не продаете рекламу. Значит, оценивать результаты этой конкуренции можно по такому параметру, как аудитория. Если мы согласимся, что вы работаете для людей, то количество людей, которых удалось привлечь, количество слушателей, количество читателей, количество людей, которые потом пересказывают, перепечатывают, обсуждают ваши материалы, это есть показатель работы. В этом смысле довольно странно мне слышать, что вот коммерческие СМИ, поскольку они зависят от сбора рекламы, то это накладывает на них обременение. Обременение очень простое. Цена рекламы определяется размерами твоей аудитории. Поэтому они вынуждены работать для людей. Они вынуждены оглядываться на своего читателя, а не на начальника. Решение о том, сколько лента РУ заработает в том или ином месяце, оно принимается читателем, который обеспечивает ленту РУ трафиком, посещаемостью. Читатель голосует, сколько денег будет у ленты РУ. Не Конгресс США, а читатель ленты РУ, читающий ее по-русски, определяет, будет у нее большая аудитория, значит, много рекламных денег, или будет у нее маленькая аудитория. И это главная, в общем, по большому счету, задача СМИ в смысле выживания на свободном рынке. Это завоевать своего читателя, завоевать лояльность. Это сделать так, чтобы слово, которое сказано на твоих страницах, было бы слышно всей целевой аудитории. В этом состоит игра. И те люди, которые принимают решения по финансированию, и по кадрам, и по стратегии, и по той же платформе, на «Голосе Америки» и «Радио Свобода», они не бизнесмены. Они не знают русского рынка, они не занимались им никогда, многие не знают просто даже русского языка, и перед ними не стоит задача, от которой зависит их выживание в качестве профессиональных работников. вот в этом состоит некоторая проблема, которую интернет вам никак не решит. А не в том, что у меня какие-то есть претензии к материалам. У меня одна претензия состоит в том, что в молодости я слушал «Голос Америки» каждый день. Сейчас я вряд ли найду, где вообще находится их страница в интернете. Потому что мне эта страница не попадалась. Она не рекламировалась мне нигде в тех местах, где я читаю. для того, чтобы она там рекламировалась. Для этого нужен какой-то бизнес-ориентированный подход. А для бизнес-ориентированного подхода нужна другая структура управления. К сожалению. К сожалению. Это никому не упрек. Это жизнь так сложилась. Я понимаю, как упрек ваши слова с огромным интересом. Слушаю ваши соображения. Антон, а почему тогда в молодости вы слушали «Голос Америки» каждый день? Потому что существовала определенная ситуация. Существовала монополия советской власти на вещание в СССР. Подача однобокой и неправдивой и препарированной и цензурированной информации. И для того, чтобы получить информационную картину дня настоящую, а не фальшивую, не пропагандистскую, нужно было слушать «Голос Америки», «Радио Свободы», «Немецкую Волну», «Би-Би-Си», это были источники независимой информации. И в той ситуации не нужно было, конечно, рекламироваться, не нужно было, конечно, бороться за слушателя, не нужно было ничего этого делать, потому что советское государство само создавало рынок для так называемых вражеских голосов. Советское государство само работало на создание аудитории для этих самых голосов. Сегодня ситуация другая. Сегодня у меня есть свободный выбор мне читать про Америку в «Голосе Америки» или на «Радио Свободы» или в «Ленте Ру». Этот выбор он может быть у меня разным, но он делается исходя из того, какие именно маркетинговые усилия произвели соответствующие структуры. И в этом смысле я могу привести, например, в пример немецкую волну. Вот немецкая волна она запартнерена с «Лентой Ру». Она делает для «Лентой Ру» раздел «Германия». Смотрите на аудиторию этого раздела. Смотрите на то, как это читается, как это цитируется, как это ретранслируется. Есть точки соприкосновения с коммерческим сектором. То, что нам рассказывалось про свободу эх Москвы. То есть в принципе какое-то решение состоит в партнерствах с лидерами коммерческого сектора. Другой вопрос – как далеко эти партнерства могут зайти, учитывая ограничения с обеих сторон. Ну и тогда может быть уже последний вопрос, потому что время наше подходит к концу. А почему тогда российская власть уже на исходе первого десятилетия, 21-го столетия решила закрыть эфир для этих казалось бы уже, так сказать, лишившихся своих таких базовых опор радиостанций, как тот же «Голос Америки», «Радио Свобода», «Дойче Вейле», «Би-Би-Си» и так далее. Потому что мы начали разговор с того, что как бы так сказать, ну в конце концов Путин не озадачен, сам Путин не озадачен такой целью цензурирования средств массовой информации российских. Ну вы знаете, мне кажется, что только в отношении «Радио Свобода» проблемы возникли, связанные с российским законодательством. Если мы возьмем «Дойче Вейле», если мы возьмем «Би-Би-Си» и наверняка «Голос Америки», то там отказ от эфира был внутренним решением своего начальства, которое сочло, что «Радиоэфир» это уже не современная история. Они перестали вещать не только в России, они перестали вещать вообще на заграницу, они перевели это вещание в интернет по велению времени. А почему у нас закручивают гайки? Потому что у нас есть люди, которые ничего другого не умеют делать, кроме как гайки закручивать, всюду искать врагов и с ними бороться. Это и есть такая прослойка во власти. Что вы хотите, если у нас 7 тысяч ГБшников на ключевых постах? Конечно, они все думают, кому бы гаечку прикрутить. У них голова на это заточена, и ни о чем другом они даже думать не умеют. И мы их знаем, этих замечательных людей. На этой замечательной ноте я считаю возможным закрыть, завершить нашу программу, которая была посвящена неделе российского интернета, открывшейся в экспо-центре на Красной Пресне. Напомню, что в нашей программе принимали участие известный блогер Антон Носик, глава русской службы Радио Свобода Ирина Лагунина, глава русской службы Голоса Америки Ирина Ван Дозен, а в московской студии Радио Свобода ввел программу, модерировал эту программу Леонид Велихов. Всего вам доброго, счастливая.